Приветствую вас и да, вы вполне вероятно посмотрите на мужчину другими глазами. Почему? Потому что вначале у вас были одни желания, которые стимулировали вас к тому, чтобы быть с этим мужчиной. А теперь, когда вы осознали в себе какие-то моменты, осознали свои потребности, научились их или учитесь только правильно удовлетворять, понятно же, что ваши требования к мужчине изменились. И только здесь в том, что ваши требования-то изменились, а вот он остался тем, кем был раньше. И вот этот момент, к сожалению, играет не в пользу вашего нормального с ним взаимодействия, не в пользу хорошего общения, не в пользу общения, как раньше. К сожалению, эта ситуация именно такова. Вы не сможете общаться с человеком так, как раньше, если переосознаете, если переосмыслить некоторые аспекты, которые у вас имеются сейчас. Если у вас имеются какие-то другие моменты, да, вы никак не сможете с этим человеком взаимодействовать. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это в любом случае хорошо. Вы сможете посмотреть на мужчину, как равный человек, вы сможете посмотреть на мужчину, как независимый человек, возможно, ему самому понравится то, как вы изменились, возможно, нет. Но поскольку вы пришли к терапии, значит, вы были несчастливы до этого. Поскольку вы пришли к терапии, можно сказать, из чувства безысходности, от отсутствия других проблем, от отсутствия других выходов из ситуации, да, вот, то можно и нужно говорить о том, что даже если вы своего мужчину разлюбите, то это будет естественный процесс. Почему? Потому что, если вы его разлюбите, обретя себя, значит, вы его не любили. Это была потребность. Потребность не есть любовь. Вы себя обманывали, это иллюзия. И поскольку вы пришли к психотерапии, значит, вы были несчастливы, значит, эта иллюзия несла вам несчастье. Эта иллюзия причиняла вам боль, негатив и наносила ущерб. Логично предположить, что осознание того, что правда, а что истина, освободит вас от этого ущерба тоже. И от этого негатива также. И, соответственно, вам станет легче. И даже если вы его разлюбите, для вас это не станет чем-то дурным. Чем-то, я бы сказал, чем-то откровенно дурным, да? Чем-то слишком плохим для вас это станет, да? Для вас это станет естественным развитием. Естественным, потому что новый опыт станет частью вас самой. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Примерно так можно формулировать последствия изменений, которые вы сейчас ощущаете. Те изменения, последствия тех изменений, к которым вы сейчас готовитесь. Поверьте, в них нет ничего плохого. В конце концов, отношения с мужем, даже если вы его разлюбите, как вы говорите, можно гармонизировать и выстраивать заново. Страивать заново, но уже на другой основе, уже на других принципах, уже на других желаниях, уже совсем по-другому. И поверьте мне, не думаю, что мужчина воспримет это все негативно. Ну, а если он и воспримет это негативно, значит, этот человек не ваш. Потому что мужчина не мог не видеть, что вам плохо, мужчина не мог не видеть, что вам тяжело, и если он вас любит, он только радует тому, что вы меняетесь. Но, испытывая радость по поводу того, что вы меняетесь, человек не может не понимать, что его радость вашим изменениям означает и смену его собственного поведения. Если человек этого не понимает, значит, либо это достаточно недалекий человек, либо он мыслит эгоистично, либо он не желает вас принимать. Но если это человек серьезный, здравомыслящий, осознающий себя, то скорее всего данный фактор для него является нормальным. Это надается сделать все в том, что вы, скорее всего, будете уже другим человеком. У вас поменяются приоритеты, поменяются желания, появится что-то новое, какие-то новые желания. И вы будете счастливее в общем и целом. Вот это для вашего мужчины самое главное. Если он вас любит, он примет данный аспект. С другой стороны, вполне вероятен такой исход, что мужчина, привыкнув быть для вас родителем, на самом деле других отношений не приемлет. И где-то же вам предстоит ответить себе на вопрос вот о чем. Вы можете остаться в том положении, в котором были до начала психотерапии. Ну, если вы останетесь там, это ваш выбор. И вы можете согласиться на наличие тех проблем, которые у вас были, которые вы сейчас встречаете. Ради любви к мужчине. Это ваше право. А вы можете выбрать и жизнь без проблем, но и изменение отношений, естественно, к мужчине тоже. И в этом смысле изменение отношений с мужчиной риск. Риск их потерять. И весь вопрос в том, насколько это риск оправдан. Насколько это риск оправдан для вас. Вот и все. И ответ на этот вопрос вам нужно найти самостоятельно. Потому что иначе получается, что вы спрашиваете нас о том, стоит ли продолжать вам терапию или не стоит. Но ведь вы сами решили ее проходить. Значит, и вам решат, продолжать ее или нет. Вас никто не осудит, если вы не будете этого делать. Вас никто не осудит, если вы продолжите. Думать здесь можно и душно только тем, что вам дорого. Тем, что вам интересно. И все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.